Всем добрый день, я рад вас приветствовать. У нас традиционный вебинар. Мы каждый месяц проводим подобный вебинар и встречаемся в этой комнате для того, чтобы подвести итоги предыдущего месяца. С вами мы сегодня будем подводить итоги декабря. И на этих мероприятиях, как правило, мы делаем, скажем так, три вещи. Первое – это мы говорим о том, что у нас было, подводим итоги. Также мы раз в месяц с вами синхронизируемся и говорим, что нас ждет дальше, какие у нас дальше планы. И третий момент приятный – это мы поздравляем чемпионов. То есть мы подводим итоги предыдущего месяца и отмечаем партнеров, которые активно работали с клиентами, с партнерской программой. То есть мы поздравляем наших чемпионов. Сегодня мы с вами… у нас сегодня 11 января, 23-й год, и мы с вами будем подводить итоги декабря. Я пользуюсь случаем хочу поздравить каждого из вас с новогодними праздниками, с Рождеством, в общем, со всеми новогодними праздниками. И хочу пожелать вам в этом году во всех сферах вашей жизни позитивной динамики, там, где вы можете влиять. А там, где вы не можете влиять, хочу пожелать научиться принятию и научиться понимать, что все в итоге, оно все равно ведет к лучшему. Вот. И сегодня мы с вами, ну, вообще, в принципе, должны подводить итоги декабря, и мы поздравим обязательно чемпионов декабря. Но вот этот эфир я хотел бы посвятить, наверное, самой главной сейчас теме, на которой мы с вами должны сфокусироваться. Это на итогах, на нашем мероприятии, которое нас с вами ожидает. Уже через месяц мы с вами встретимся. 11 февраля у нас с вами в Vegas City Hall пройдет наше грандиозное мероприятие. Я понимаю, что сейчас эта тема, о которой везде разговоры, понятно, что и в вашей команде разговоры, и кураторы ваши об этом говорят. И сейчас каждое обучение, которое мы проводим или проводят наши лидеры, спикеры, оно в любом случае направлено на итоги. Я понимаю, что сейчас этой информации очень много, но тем не менее это важнейшее событие для нас, это самое главное мероприятие в году для компании. Потому что, во-первых, это отчетная компания, отчетное мероприятие, где мы подводим итоги, делаем отчеты про дел на работе. Но и также важно, что это мероприятие, где мы говорим о векторе. То есть мы говорим о том направлении в работе, которое мы для себя берем. Более того, вот в этом году мы будем на этом мероприятии говорить о новой генерации продукта UDS 5.0. Это говорит о том, что мы с вами определим для себя вектор развития, стратегию развития на ближайшие два года. Потому что каждая генерация у нас приходит каждые два года. Это очень важно. И я хотел бы поделиться сегодня своим опытом, работой на итоге. Возможно, что для кого-то это будет полезным. Потому что еще раз, ребята, это самый мощный инструмент, который у нас есть в нашей работе. Потому что если брать мой опыт, то практически все мои самые сильные лидеры, которые были со мной в работе, когда я работал в партнерской программе, они все родились на мероприятии. Но самое главное, на мероприятии родился я сам. То есть это, наверное, самый главный результат всех мероприятий, которые я посещал. Это то, что я сам родился как лидер, как профессионал, который для себя принимает определенные решения на это мероприятие. И после вот этих решений в бизнесе начинает все получаться совсем по-другому. Скорости совсем другие становятся. Итак, работа на мероприятии. Понятно, что для чего мы делаем это мероприятие. Вообще мероприятие, вообще событийная линейка. Для чего события в компании? Они для того, чтобы мы собрались и сделали самую лучшую презентацию компании. Вот 11-12 февраля будет самая лучшая презентация компании, которая вообще возможна. Это не потому, что там будут говорить самые лучшие спикеры. Не столько потому, что там будет дана очень грамотная, правильная информация, скажем, презентация продукта и компании. В основном это самая мощная презентация. Почему? Потому что там будет вот, ну, представьте, большой зал, огромное количество людей, значит, и мы будем вот два дня вот в этом вариться. Это самая лучшая презентация с точки зрения конверсии. Почему? Потому что у человека в течение этих двух дней он отвечает себе на все вопросы, которые у него есть, даже неосознаваемые вопросы. Поэтому это самая лучшая презентация, которая есть. И если наша с вами работа как партнеров заключается в том, чтобы, значит, брать потенциальных клиентов или потенциальных партнеров и им презентовать продукт или презентовать компанию, мы это делаем в основном сами, самостоятельно, или приглашаем в офис или куда-то на какие-то другие мероприятия, то вот итоги – это самая лучшая презентация. Поэтому понятно, что лучше пригласить на самую лучшую презентацию своих потенциальных клиентов и потенциальных партнеров. Значит, мы приглашаем на мероприятие, и из своего опыта я делюсь, как правило, я для себя всегда ставлю… То есть все начинается с цели, то есть нужно поставить цель. То есть я работаю сейчас на итоге года, я понимаю, что это самый лучший инструмент, и я понимаю, что те люди, которые придут на презентацию, придут, приедут на итоги, они услышат самую лучшую презентацию. То есть лучше не будет, то есть самую лучшую они услышат. И, скорее всего, будет очень высокая конверсия. И мне важно, когда я работаю на это событие, мне важно все начинаться с цели, поставить цель. То есть какое количество гостей я хочу, чтобы у меня было на этом событии. И вот в свою бытность, когда я работал, у меня была планка всегда 10 билетов. То есть я всегда перед собой ставил такую планку, и для начала, то есть в самом начале бизнеса я старался пригласить, чтобы это было прямо 10 человек. Потом я начал делать по-другому. Я приходил и выкупал за свои деньги 10 билетов. Значит, причем я об этом опыте рассказываю, наверное, почти каждый год, когда мы готовимся к мероприятию, я каждый год об этом рассказываю. Я обычно приходил и покупал за свои деньги 10 билетов. Почему я сам покупал за свои деньги? Потому что ты начинаешь по-другому работать. Одно дело, когда ты просто говоришь, что есть мероприятие, иди на сайт, и купи билет. Другое дело, когда я сам свои деньги потратил, и мне нужно эти билеты реализовать, потому что я хочу эти деньги вернуть. И когда есть вот эта мотивация, когда ты свои деньги туда инвестировал, то уже как бы другие разговоры ведутся, уже другая сила убеждения и так далее. Я думаю, вы понимаете, о чем я. Ну и опять же, любой бизнес, мы понимаем, что любой бизнес – это инвестиции. И есть бизнесы вообще, которые зависят от инвестиций. То есть чем больше ты инвестируешь, тем больше прибыли получишь. То есть есть такие модели бизнеса, где все зависит от оборота. То есть сколько у тебя денег инвестировано, такой прибыль ты и получишь. То есть есть определенная категория предпринимателей, которые это прекрасно понимают. Чем больше ты инвестируешь, тем больше денег ты получаешь. Если мы говорим с вами про мероприятия и вот про эти 10 билетов, то я тоже всегда рассматривал это для себя как инвестиция. То есть я понимаю, что я инвестирую в свой бизнес для того, чтобы этот бизнес дал мне больше дохода. И, значит, почему 10 билетов? Здесь четко прагматичный такой подход, чисто прагматичный подход. Я понимаю, что если я инвестирую, я куплю 10 билетов, то это как правило, когда… То есть если эти 10 билетов реализованы и отменялись 10 гостей на мероприятие, то даже при самой минимальной конверсии в 10%, то есть я не говорю про 20 на 80, 80 на 20, причем с итогов у нас всегда очень высокая конверсия. То есть, как правило, все гости, которые к нас приходят, они не остаются равнодушными. Кто-то берет для себя для бизнеса, кто-то регистрируется на какой-то пакет и так далее. Но даже если мы возьмем самую низкую конверсию 10%, то есть если даже один из вот этих 10 гостей у меня среагирует, зарегистрируется и дойдет до вид пакета, то я получу вознаграждение и слегкой смогу окупить все свои инвестиции. То есть если 10 билетов, мы знаем, что там 100 условных единиц, это 1000 условных единиц. То есть с подключения партнера, если партнер приходит на пакет VIP, то я слегкой покрываю все эти расходы. Даже если клиент у меня регистрируется и берет лицензию PRO, то я тоже покрываю, практически покрываю все эти расходы. Поэтому здесь такой чисто прагматичный подход. То есть понятно, что эти билеты лучше реализовать, то есть сделать так, чтобы потенциальные клиенты, партнеры, они эти билеты приобретали. Но даже если вы не успеваете их реализовать по каким-то причинам, и вы эти билеты просто даете своим потенциальным гостям, то в любом случае, еще раз, чисто прагматически подходить, то мы слегкой эту инвестицию с вами возвращаем, отбиваем. Окей. И когда я беру эти билеты, я беру 10 билетов, они у меня есть на руках, все. То есть они мне там пришли на почту. Я начинаю работать со списком. У каждого из нас с вами есть список. Это тоже один из самых важных шагов в работе. Это список потенциальных клиентов, список потенциальных партнеров. И моя задача просто взять этот список, то есть каким образом я приглашаю на мероприятие. У меня есть 10 билетов, мне нужно пригласить 10 гостей. Я беру список, в списке 100, 200, 300 человек, у кого там какой список. Я просто начинаю по списку работать на приглашение. То есть в обычное время, когда у меня нет какого-то события, мероприятия, я что делаю? Я делаю то же самое. То есть я беру список, я начинаю обзванивать по списку потенциальных гостей, или партнер приглашает на встречи, или приглашает в офис, или еще куда-то, или на вебинар, и так далее. Тут та же самая история. Я тоже приглашаю на презентацию. Но в этот раз на самую лучшую презентацию. Лучше которой быть не может. И моя работа, она в принципе та же самая. То есть тоже самая работа по списку и приглашения. То есть моя задача просто обзвонить, я не знаю, какое количество людей, для того, чтобы 10 человек среагировали и поехали на это мероприятие. Понятно, что моя первая задача этот билет реализовать. Сделать так, чтобы человек купил этот билет, чтобы он потратил деньги на билет. Опять же, здесь не столько интерес того, чтобы вернуть свои деньги, которые я потратил на покупку этого билета. А здесь очень важный такой момент, что когда человек этот билет приобретает, у него больше ценности этого билета. Вы понимаете, да, что мы больше ценим то, за что мы платим деньги, нежели то, что мы получили бесплатно. И даже в психологии, в маркетинге есть такая история, что чем дороже человек денег заплатил за что-то, тем больше он получает удовольствие. Просто представьте, чем больше человек заплатил денег за что-то, тем больше он получает удовольствие. Если человек меньше платит деньги, он получает меньше удовольствия. И есть даже кейс, где-то в интернете разбирали такую историю с кроссовером Мазерати, и один маркетолог говорил о том, что продажи этого кроссовера не пошли, потому что этот кроссовер премиальный был по цене BMW X5 или Mercedes ML. То есть, поэтому он не пошел. Почему? Потому что он бы пошел, если бы цена была выше. Потому что люди хотят за премиальное там что-то, они хотят платить. И чем выше цена, тем больше человек заплатил, тем больше он получает от этого удовольствие. Вот таким образом все работает. Поэтому, когда... То есть, моя задача продать этот билет, то есть, сделать так, чтобы человек его купил, потому что он будет ценить это мероприятие. То есть, он будет ценить. И больше вероятность, что он доберется до этого мероприятия и будет там сидеть и слушать все два дня. Вот. Поэтому работа по списку с потенциальными клиентами и партнерами. Там, если мне нужно обзвонить там 50 человек, я буду это делать. Если мне нужно обзвонить там 100 человек, я буду это делать. Потому что, ну, это моя работа. Потому что я хочу здесь добиться большого успеха. Вот. И я просто полномерно это делаю. То есть, я делаю то, что я делал до этого каждый день. Просто сейчас у меня работа на то, чтобы... То есть, я приглашаю людей на самый конверсионный инструмент, который сегодня есть в компании. Значит, работа по списку. Я обзваниваю клиентов, потенциальных партнеров, реализую им билет. И когда я понимал, что, например, мероприятие уже скоро, и там осталась буквально неделя, и я понимаю, что я не реализовал все свои билеты, то я уже думаю о том, кому бы я этот билет мог подарить. Вот. Для того, чтобы человек там доехал. И опять же, тут я все это делаю осознанно. То есть, понимая, что... То есть, не допустить того, чтобы, например, я билет кому-то подарил, и человек не доехал. Нужно сделать так, чтобы человек доехал. То есть, и я, например, дарю этот билет, если человек подтвердил, что он купил там билеты на самолет, если он подтвердил, что он там, значит, оплатил гостиницу, еще что-то, то я тогда этот билет человеку дарю. И таким образом, как правило, вот в этой работе, когда я для себя ставлю цель, что у меня должно быть 10 человек, я беру для этого 10 билетов, покупаю сам эти 10 билетов, то, как правило, на мероприятие приезжает 10, там, 9, 8 человек. Они в любом случае приезжают на мероприятие. И когда эти люди приезжают на мероприятие, еще раз говорю, что это очень высококонверсионное мероприятие, то из них никто не остается равнодушным. У меня были случаи, когда, например, человек, то есть понятно, что там люди регистрируются, там, становятся клиентами, становятся партнерами. Но бывает, что человек даже, то есть, когда он говорит, что, слушай, там, для моего бизнеса, например, это не подходит, но у меня есть там 2-3 человека, кому это было бы точно интересно. И он уже сам может делать рекомендацию своим друзьям и знакомым о том, что вот есть классный, я там был в Москве на мероприятии, есть классный продукт, он вам может помочь. Поэтому еще раз говорю, что это мероприятие, оно никого не оставляет равнодушным. Если у вас там есть люди, то у вас в любом случае этот результат будет. Окей, идем дальше. Помимо того, что мы работаем с потенциальными клиентами и партнерами, значит, мы еще работаем с командой, то есть, работаем с действующими партнерами и клиентами. Знаете, что я заметил о своей работе? То есть, вот у нас иногда бывают клиенты, которые, то есть, партнеры, которые, значит, ну, они там или-то как-то вяло работают в таком своем там вялом ритме, либо под каким-то причином там поставили на паузу бизнес, и пока сейчас еще там чем-то, может, другим занимается и так далее. Вот с этими партнерами всегда нужно поддерживать связь и приглашать на эти знаковые события. Иногда бывает, знаете, такая штука, что я замечал в своей работе, что бывает партнер, он хочет вернуться, то есть, он реально хочет вернуться в бизнес, вот, но он не может сделать первый шаг, сам не может сделать первый шаг, не знаю почему, может быть, там, стыдно, не знаю, не знаю почему, но они ждут, когда их снова пригласят, а мы иногда думаем, что партнер спящий, например, и мы думаем, что, ну, как бы, у него же есть там аккаунт, у него же там бизнес есть, ну, значит, там, примет решение и придет. Вот иногда бывает, что нужно человеку позвонить и пригласить снова его, то есть, иногда такое бывает, и вот у меня было тоже немало таких случаев, и мы потом, когда с этим человеком общались, они говорят, что, слушай, я ждал твоего звонка, когда ты не позвонишь, вот, сам думаю, не буду звонить, ну, вот, если ты бы не позвонил, то я бы, значит, в бизнес пришел. И когда я вернулся, когда я звоню человеку, приглашаю, и даже где-то, там, я, бывает, дарил билеты таким людям, то есть, я дарил билеты действующим партнерам, которые, там, уснули, я им говорил, слушай, поехали со мной, у меня есть один билет, погнали, еще раз съездишь, освежишь всю информацию, что в компании очень много изменений, в партнерской программе будет много изменений, поехали со мной. Вот, и это срабатывало, и люди просыпались. То есть, они, знаете, они не то, что просыпались, а я этот эффект называю рождение нового лидера, то есть, рождение, по сути, нового партнера, потому что тот партнер, который был, он уже для этого бизнеса, не знаю, там, неактуален, и бизнес для него неактуален, а здесь происходит рождение нового партнера. Поэтому тоже очень важный момент работы с командой, то есть, действующие партнеры, клиенты, которые по каким-то причинам остановились, уснули, или, там, чем-то другим занимаются, вот. И, скорее всего, есть какой-то процент среди этих клиентов, которые ждут вашего звонка. Они хотят вернуться в бизнес, но почему-то, то есть, не могут принять решение, не могут сделать первый шаг. Поэтому помогите им сделать первый шаг. И от вас должно быть 10 человек, пусть это будут ваши потенциальные клиенты-партнеры, и пусть это будут какие-то партнеры, которые есть из вашей команды, которые, ну, там, по каким-то причинам они уже уснули. И что мы получаем как результат? Вот, рефлексируя, значит, на тему мероприятий, значит, когда я об этом думаю, вспоминаю, значит, я понимаю, что как результат мы получаем две вещи. Первое – это то, что у нас появляются новые партнеры в компании, новые клиенты, то есть, рождаются новые звезды, рождаются новые лидеры, рождаются новые профессионалы. Потому что, понимаете, что вот когда человек принимает решение о старте в бизнесе, это решение, то есть, решения, они могут быть тоже разные. Например, человек может принять решение, придя к вам на встречу. Вот, это одно решение. Вот, например, человек может принять решение, сидя на мероприятии в Вегасе, да, вот на итогах года. То есть, я так скажу, сила решения, она разная. То есть, вот сделать первый шаг и зарегистрироваться в бизнес, здесь, по сути, много, там, не знаю, решимости, то есть, не нужно много решимости, чтобы это сделать, то есть, вот этот первый шаг. А вот именно как стартануть в бизнесе, как в этот бизнес шагнуть, вот это имеет значение. И вот сила решения, она разная. То есть, на встрече, например, или на мероприятия. То есть, вы можете на встрече быть убедительными, и человек скажет, да, все окей, я регистрируюсь, но вот этой силы решимости ему не хватит для того, чтобы бизнес стартануть. У вас тоже, наверное, в команде есть люди, которые пришли, купили там пакет, и на этом все. То есть, вот их силы решимости, их хватило, чтобы просто первый шаг сделать, зайти, там, зарегистрироваться в компанию, взять пакет. И дальше силы не хватило. Вот на мероприятии в Вегасе, там сила решимости, она будет очень, она будет колоссальная. То есть, у людей не просто они будут принимать решение, становиться партнерами, а у них будет еще достаточно силы, эмоций, вот этой вот энергии для того, чтобы мощно стартануть. Для того, чтобы не просто войти, не просто сделать первый шаг, а для того, чтобы делать большие, то есть, какие-то большие действия, то есть, они начинают там фонтанировать энергии и так далее. Вот это очень важно. Поэтому, как результат, у вас могут появиться не просто партнеры, а у вас могут появиться лидеры, потенциальные лидеры. Иногда бывает, человек на мероприятии для себя еще раз отвечает на все вопросы, даже которого не осознает, значит, за эти два дня. И он стартует, и вот на этом решении становится какой-то прям звездой, становится профессионалом, становится лидером в вашем бизнесе. Это первый результат, который, по моим наблюдениям, мы получаем. И второй результат, который мы получаем на итогах года, это рождение вас как профессионала, это рождение вас как лидера. Потому что, вот если, например, взять, там, я смотрю на свой результат, который у меня создан в партнерских программах, я понимаю, что это, вот эти результаты, это потому что на мероприятиях родился я как лидер, как профессионал. На вот этих мероприятиях, на серии этих мероприятиях, я где-то для себя принял какие-то решения. То есть, они даже еще бывают, знаете, они зачастую неосознаваемы. Мы говорим о том, что, когда мы на тренинги какие-то ходим, или, там, слушаем каких-то спикеров, не столь важно, что они говорят. Важно то, что, какие инсайты у вас вот в этот момент приходят. Какие у вас происходят внутренние диалоги. Потому что внешняя картинка, она не настолько важна, то есть, она не настолько оказывает влияние. Сильно оказывает влияние вот эти внутренние диалоги, которые происходят в том контексте, в котором мы с вами находимся. И когда человек сидит на мероприятии, у него происходит вот эти очень много внутренних диалогов, о которых он не то, что вам не расскажет, он сам их не осознает. То есть иногда бывает, что человек, ну, вроде бы все с виду, то есть ты ему рассказал все, и он понимает, что с виду вроде бы все классно, да, но вот что-то ему мешает, что-то ему мешает принять решение, почему-то у него какие-то сомнения. И он, вы у него спрашиваете, ну, там есть еще вопросы, он говорит, вроде нет, и он искренне, у него действительно нет вопросов, вот как бы, ну, а вопросы какие-то внутренние, они сами не осознаются, но он каким-то, то есть понимает, что не может сделать пока сейчас решение, потому что есть неотвеченные вот эти вопросы. И вот на мероприятии, вот в этих внутренних диалогах происходит вот эта вот химия, происходят вот эти ответы. И они происходят у нас тоже. Вот когда мы действующие с вами партнеры, и мы там даже там работаем год, два, три, или мы работаем с самого основания этой компании, каждое мероприятие, оно не проходит бесследно. Каждое мероприятие – это определенные внутренние диалоги, это определенные внутренние инсайты, это определенные внутренние решения. И каждое мероприятие, вот когда я рефлексировал на свой опыт партнерской программы, я понимаю, что каждое мероприятие – это определенная ступень, такой определенный плюс в пользу моего профессионализма, в пользу моих каких-то лидерских качеств, в пользу внутренних вот этих принятых решений. И вы же понимаете, что больше всего на наш результат влияет наше внутреннее состояние. Не столько навыки, не столько то, что мы говорим, а именно наше внутреннее состояние. И после мероприятий внутреннее состояние, оно совсем другое. Ты как камертон резонируешь совсем уже по-другому. Ты начинаешь притягивать очень интересных людей, потому что вот этот внутренний резонанс пойман, внутреннее состояние правильно. И нет смысла нарабатывать навыки без внутреннего состояния. То есть первично внутреннее состояние, а потом уже идут навыки. Понятно, что они тоже важны, но вот это первично внутреннее состояние. Поэтому, как второй результат, о котором я говорил, это то, что на мероприятиях рождаюсь я как лидер, я как профессионал. Со мной происходят какие-то вещи, пусть которых я становлюсь более эффективным. Поэтому вот это два результата, которые я вижу на нашем мероприятии. И я понимаю, что еще раз повторюсь, что возможно вы в последний месяц очень много информации слышите об итогах. И тем более, если вы только-только бизнес начинаете, может быть у вас удивление, почему такое внимание этому мероприятию. Но на самом деле, поверьте нашему опыту, значит, это самое главное событие, итоги года, на котором нужно быть. И если уж у тебя там вообще никто не поехал, ты там точно должен быть, партнеры там или клиенты, ты там точно должен быть на этом мероприятии. Даже один, но это прям задача, самый минимум, это самому добраться на это мероприятие. Вот. Окей. Еще раз давайте пробежимся по самому мероприятию. 11-12 февраля мы с вами встречаемся. Ровно через месяц. Сегодня 11 января. 11-11 февраля мы с вами встречаемся. 11-12 февраля, это иго года. Затем 13 февраля в понедельник у нас будет VIP-дэй. Это обучение для партнеров на пакете VIP. И потом с 14 по 18 у нас будут лидерские каникулы. Еще раз. Что у нас будет важного на нашем мероприятии? Ну, во-первых, мы будем говорить с вами о UDS 5.0. Это следующая генерация, следующее поколение нашего продукта. Каждые два года мы собираемся и пытаемся переосмыслить вообще продукт. Мы пытаемся как бы пересобрать его, как-то переосмыслить стратегию, направление. То есть понять, для чего он вообще в этом мире нужен, какую пользу он несет людям и так далее. То есть и вот эти вот каждые два года мы собираемся, переосмысливаем и создаем для себя новый вектор, новую стратегию, как мы будем этот продукт улучшать следующие два года. Вот 11-12 февраля вы услышите стратегию о том, в каком направлении мы будем работать следующие два года. То есть куда мы будем этот продукт развивать. Это тоже очень важно. И это происходит каждые два года. То есть мы с вами уже выросли до пятой генерации нашего продукта, пятая версия. Идем дальше. Что еще будет? У нас будет объявлен новый бонус. Сейчас в январе у нас заканчивается, у нас идет такой шлейф, уже заканчивается бонус быстрого старта. У кого-то еще счетчики идут, кто запустил в декабре эти счетчики. И вот у нас заканчивается вот этот шлейф, он закончится, по-моему, 30 января, последние счетчики остановятся. И с 1 февраля у нас будет действовать новый бонус. И вот об этом бонусе мы расскажем 11-12 февраля. Это будет новый бонус. Это бонус, скажем так, системообразующий. То есть это бонус, который будет поддерживать наш фокус в партнерской работе. Он будет поощрять вот эти правильные действия. И этот бонус будет, по сути, определять векторы нашего развития, то есть развитие в партнерской, в работе в партнерской программе. То есть это тоже будет объявлено на итогах. Еще раз с мероприятием вы можете ознакомиться на сайте gisavion.com. Тоже можете скинуть своим друзьям знакомым этот сайт. Он очень красивый, тоже продающий, поможет принять решение. Затем, тоже об этом сказал, 13 февраля у нас будет обучение для партнеров на пакете VIP 13 февраля в понедельник. Затем лидерские каникулы. После мероприятия собираемся лидерским составом и едем на лидерские каникулы с 14 по 18 февраля. И тоже, что еще нужно напомнить, это компенсация от компании. То есть можно в лидерские каникулы поехать за свой счет, а можно поехать за счет компании. То есть можно сделать так, чтобы компания полностью компенсировала вам расходы на эту лидерскую поездку. И у нас есть акция, период действия акции с 9 октября по 12 февраля. Это 18 недель. И в любые эти 18 недель, если вы 2 недели закрываете по 40 финансовых циклов, это 400 условных единиц, 3 недели это 600 условных единиц и так далее. И максимум, что можно получить по этой компенсации, компенсацию на 2000 условных единиц, это если в эти 18 недель, любые 10 недель у вас будут по 40 финансовых циклов и выше. Значит, это компенсация от компании. И мы с вами плавно подошли к тому, чтобы отметить чемпионов декабря. Вообще декабрь у нас был очень активный месяц и с очень хорошим товарооборотом. По ноябрю у нас тоже был рост по сравнению с ноябрем. Но это был один декабрь, один из самых таких хороших месяцев в плане оборота. И нам нужно поздравить партнеров, которые очень хорошо поработали. Мы начнем со статусов. У нас есть карьерная лестница, у нас есть статусы в нашей карьере. И я хотел бы отметить партнеров. Начнем с статуса менеджер. В декабре. Ольга Колесова, Южно-Сахалинск, Артем Хоменко, Иркутск, Виктор Бакуменко, Екатеринбург, Павел Котегов и Ирина Булашова, город Кунгур, Александр Белгорохов, Москва, Лидия Кондратьева, Якутск, Нина Семенова, Якутск, Анна Кучер-Кудрова, Светлана Руфова, Якутск, Аюна Болжанова, Южно-Сахалинск, Анастасия Рахматулина, Новлики, Сахалин. Евгений Ковешников-Тоснов, Ася Тарасова-Якутск, Галина Павлова-Самара, Валерий Мацкайлов-Краснодар, Ольга Мамонтова-Сургут, Павел Неп-Тюмень, Анастасия Демнина-Иркутск, Ольга Дарбашкеева-Улан-Удэ, Алла Баракас-Сургут, Любовь Тимофеева-Иркутск, Евгений Никифоров-Омск, Александр Страверов-Омск, Смирнова-Наталья-Иркутск, Татьяна Петр-Оконешникова-Якутск и Марина-Рысянина-Город-Перим. Это менеджер. Идем дальше. Ключевой менеджер нашей карьерной лестницы Иван Белоречев-Иркутск, Никита Рачков-Нагерина-Чулны и Вячеслав Настинов-Город-Москва. Идем дальше. Статус регионального менеджера. Ольга Татаринова-Волгоград, Мария Чумак-Южно-Сахалинск, Ирина Кузина-Самара, Артем Хоменко-Иркутск, Зоя Ващенко-Город-Южно-Сахалинск и Михаил Медведев-Город-Южно-Сахалинск. Идем дальше. Статус директора в декабре закрыла Яна Иванова, город Южно-Сахалинск. И также в декабре у нас появился новый федеральный директор, тоже из города Южно-Сахалинск, это Ольга Дежова. Оля, поздравляю, это супер результат, особенно под итоги. Окей, это статусы. Идем дальше. Также мы отметим партнеров, которые работали активно с партнерской программой и у которых в команде появилось два и более личных партнера. Значит, мы сейчас будем отмечать всех партнеров, которые в течение месяца делают два новых партнера в первую линию. И, кстати, новый бонус, он будет эту историю поощрять. Значит, поехали. В декабре два новых партнера в первую линию. Марина Рысянина, город Пермь, Юрий Фрединский, Новокузнецк, Валерий Мацхайлов, Краснодар, Анастасия Рахматулина, Ноблики, Иван Белоречев, Иркутск, Дарья Исаева, Москва, Любовь Тимофеева, Иркутск, Сергей Гущин, Южно-Сахалинск, Вячеслав Настинов, Москва, Карина Маняхина, город Севастополь, Светлана Мефтахова, Тюмень, Михаил Букреев, Алмазный, Виктория Борзенко, Барнаул, Нина Семенова, Якутск, Оксана Жданова, Волгоград, Смирнова Наталья, Иркутск, Борис Климович, Санкт-Петербург, Евгений Ковешников, Тосна, Таисия Карасева, Калининград, Даниил Щукин, Магадан, Сандара Павлова, Якутск, Ольга Мамотова, Сургут, Игорь Позняков, Южно-Сахалинск, Никита Рачков, Набережная Челны и Александра Чея, город Южно-Сахалинск. Это партнеры, которые в течение декабря в первую линию пригласили два новых партнера. Идем дальше. Три новых партнера в декабре. Зоя Ващенко, Южно-Сахалинск, Татьяна и Петр Аконешникова, город Якутск, Лидия Кондратьева, город Якутск, Аюна Болжанова, город Южно-Сахалинск и Алла Баркас, город Сургут. И идем дальше. Четыре новых партнера в течение декабря. Ольга Татаринова, город Волгоград, Марина Щепкина, город Смирных, Сахалин, Артем Хоменко, Иркутск, Светлана Руфова, город Якутск, Виктор Бакуменко, Екатеринбург и Яна Иванова, город Южно-Сахалинск. Это наш новоиспеченный директор. Окей, поздравляем ребят, которые активно работали с партнерской программой. И также нужно отметить партнеров, которые активно работали с клиентами. Я хотел бы отметить партнеров, которые подключили три и более клиента в декабре. Начнем с трех клиентов в декабре. Идем дальше. Дальше четыре клиента в декабре. Александр Шутова-Долгопрудный, Эмилия Галинзянова-Октябрьский и Цезарь Рубанович, город Краснодар. Это четыре клиента. Идем дальше. Пять клиентов в декабре. Даниил Голубь-Домодедово и Игорь Маркин, город Тверь. И абсолютный чемпион в декабре по клиентам. Максим Иисеев, Москва. Семь клиентов в декабре. Так, и поздравляем еще раз, ребята. И тоже по традиции мы делаем гонку городов. Но мы сейчас не будем эту гонку городов объявлять, потому что мы об этом скажем на итогах года, потому что у нас будет номинация. Какая-то статуэтка поедет в регион, который больше всех включил клиентов. Какая-то статуэтка поедет в регион, который активно работал по партнерской программе. Поэтому, чтобы не предвосхищать, то есть, чтобы, скажем так, в общем-то, держать интригу, я об этом сегодня говорить не буду. Об этом мы с вами узнаем на итогах года, 11-12 февраля. Так, на этом все. В принципе, вся информация. Еще раз поздравляю всех партнеров, которые в декабре сделали хорошие результаты по карьере, по клиентам. И еще раз до встречи 11-12 февраля на нашем самом главном событии, на самом главном мероприятии. У нас остался ровно месяц. И вот этот месяц нужно сфокусироваться и поработать на это событие, потому что это еще раз самое главное, самое важное событие в нашем партнерском сообществе. На этом у меня все.